Привет всем любителям шахмат! Сегодня на уроке поговорим об Эншпиле. Все внимание на экран. Это известная партия Капаблан-Карагозин, Москва, 1936 год. У третьего чемпиона мира лишняя пешка, но до победы еще далеко. Подобного типа окончания я постоянно встречаю на детских турнирах. К сожалению, многие ребята такие Эншпиля трактуют неправильно. Они пытаются найти какую-то тактику, постоянно атакуют, хотят решить исход партии в ближайшие несколько ходов. Но Эншпиль это особая стадия шахматной партии и здесь свои законы. Давайте рассмотрим как Капаблан-Карагозин реализует свой перевес. Он нашел для своих фигур максимально сильное расположение и ведет туда свою армию. Итак, конь d4, ладья b7. Ну что ж, ладья нападает на пешку, нужно защищать. b4, слон d7 и f4. Ну что ж, белые захватывают пространство и, конечно же, ведут короля в центр. Это важный принцип Эншпиля. Король e7, король f2, ладья a7. Ну что ж, черных, конечно, игра здесь непростая. Они играют от обороны, но и иногда пытаются атаковать. Зависла пешка, ладья c3, король d6, король... Да, сначала здесь белые играют ладья d3. Они пытаются сделать хитрую идею. Например, конь b5 грозит открытое нападение. Да, нужно не забывать, что и в Эншпилях, даже когда мало фигур, возможны тактические удары. Последовало король e7, король e3. Белый король все ближе и ближе к центру. Ладья a4, ладья c3. Ну и что, белые фигурки выполнили свое задание. Они перестроились на максимально активные поля. И далее начнется самое интересное. Здесь последовал ход король d6. Сейчас белые будут играть там, где перевес. Мы наблюдаем, что у белых лишняя пешка на ферзевом фланге. А это значит, что нужно играть именно здесь. Но вначале белые сделали хитрую идею. Они сходили ладья d3. Вновь грозит идея конь f5. Это двойной удар и еще и скрывается ладья. Король e7, ладья c3, король d6. Ну что ж, Капабланка повторил ходы. Казалось бы, зачем он это делает. Но мы помним, что основное правило эндшпиля это не спешить. И один раз соперника проверить можно. Вдруг он уступит. Конечно, не спешить нужно в спокойных эндшпилях. А в комбинационных дело обстоит иначе. Правило не спешить многим кажется парадоксальным. А между тем, оно сквозит почти во всех окончаниях партий больших мастеров эндшпиля. Ну что ж, конь e2, g6. Ну что, черные не выдерживают. Начинают играть пешками. Подобного типа ходы в окончаниях мы можем рассматривать как ослабление пешечной структуры. Это значит, что белым будет легче подобрать ключи к лагерю черных. Ладья d3, король e6 и король d4. Ну что ж, король у нас полководец. Ведет армию за собой. Король очень сильная фигура. Но и особенно на черных полях короля не так легко согнать. Ладья a6, ладья e3. Король d6 и конь c3. Ну что ж, фигуры белых заняли еще более активное положение. Ну и конечно, после последнего хода на первый взгляд зависает пешка. Но брать нельзя. На ход ладья a3 последует конь e4. Ну очевидно, Рогозин и не рассматривал этот ход. Здесь он пошел f5. f5. Ну и что? Б5 мы напали на ладью. Пешки начинают свое продвижение. И белые фигуры теперь успевают их поддержать. Нужно заметить, что Капабланка лишь тогда начал двигать свои пешки. Когда его фигуры заняли максимально сильные позиции. Ну и конечно же сейчас на a3 вновь брать нельзя. Ладья a3 и мы помним эту идею. Поэтому на b5 последовал ход ладья a8. К4, слон e6. Шаг не страшно. К4 и c5. Вот так вот жестко пытаются черные играть. На первый взгляд кажется, что черные пешку отдали. После взятия на проходе но, слон g6, пешка отваливается. Но и главное не это. Главное, что сейчас белая ладья начинает чувствовать себя отлично. И она просто вторгается в лагерь с соперником. Ну что ж, последовал ход g5. Ладья d6. Ну и у позиции черных появились слабости не только на ферзевом фланге. Да, это проходная по a. Но и на ферзевом. Их фигурки стоят по восьмой линии. И им тяжело бороться с активными фигурами белых. К4, b7, fg, hg. Ладья g6. Да, еще одну попробуем пешку. Вот есть. Ладья f8, ладья g5 и f4. Черные пытаются разбить пешечную цепь белых. Пытаются создать свою проходную по линии f. И вот здесь главное не спешить. Многие ребята могут быстрее тащить свои пешки к ферзи. Отчасти они будут правы. Но нужно в таких позициях не забывать о профилактике. Нельзя давать черным никаких контр шансов. И поэтому хосе Рауль играет конь d4. Очень сильный ход. Мы не даем сопернику двинуть на f3. Ну и вот теперь уже белые могут играть спокойно. Черных абсолютно нет ничего. Белые пешки рано или поздно пройдут ферзи. И они выиграют партию. Ну что ж, с сегодняшнего урока мы можем подчеркнуть, что эншпиль это очень непростая стадия шахматной партии. Здесь есть необычные законы, такие как не спешить. В противовес тому мы можем поставить начало партии, где всегда говорится о том, что нужно побыстрее занять центр, побыстрее развиться. Вот здесь вот уже незачем этого делать. В спокойных позициях нужно, как мы видим из этого примера, расставить активно фигурки и после этого играть на том фланге, где у вас перевес. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал и совсем скоро новые видео. Пока-пока.